Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую всех тех, кто собрал сегодня в этом зале. Напоминаю, что мы работаем в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которое проходит с 1 по 9 сентября под эгидой Российского общества знаний при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации. Со стороны Казанского федерального университета координатором акции выступает Департамент по молодежной политике. Напомню, что в рамках этого проекта уже здесь, в шоуруме, выступали перед студентами директора Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Михайлович Абрамский, Вчера Михаил Алексеевич Варфоломеев, известный ученый, геолог, исследователь, прикладник нашего университета, представитель Ассоциации молодых ученых. Будут выступать здесь декан высшей школы журналистики, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Завершится акция 9 сентября встречей с Андреем Павловичем Киясовым, проректором по биомедицинскому направлению. А сегодня я с большим удовольствием представляю вам декана юридического факультета Казанского федерального университета, доктора юридических наук, депутата Казанской городской думы Лиле Толгатну Бакулину. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот всегда, когда говорю, не только потому, что особое уважение испытываешь Лиле Толгатне, но еще и когда произносишь юридический факультет Казанского университета, голос заставляет немножко так дрожать, потому что, во-первых, это старейший факультет, это самая насыщенная история факультета. Никто на меня пусть не обижается, у нас есть замечательные факультеты, которые тоже были созданы с момента создания императорского университета и как-то в той или иной форме сохранились, ну, юридически, он даже факультет называется, он сохранился во всем своем вот первоначальном, привлекательном и актуальном, по-прежнему актуальном, с каждым днем все более-более актуальном значении. Лилия Толгатна, вам слово. Спасибо, Леонид Григорьевич. Здравствуйте, уважаемые участники такого замечательного мероприятия, которое проводит общество знания. Да, действительно, вот, наверное, всегда хочется начать с альмаматор, с тех истоков, которые формировали тебя как профессионала, потому что если еще глубже, к истокам, то это, конечно же, для каждого из нас, это наши семьи, наша семья, я имею в виду родителей прежде всего, и в этом смысле я являюсь продолжателем, ну, славной династии юристов, потому что мой отец, Толгат Мунипович Бадыгин, он был юристом, он закончил тоже Казанский государственный университет и работал всегда на государственной службе. В этом смысле мне очень повезло с родителями, которые всегда слушали и слышали мой собственный голос в семье, мой собственный выбор, профессиональный ли это, извините, или это выбор партнера, супруга. И поэтому выбор юридического факультета, он, с одной стороны, не случайный был, с другой стороны, наверное, он был наряду с главным выбором, который мечтой, наверное, с детства, когда ты хочешь стать кардиохирургом для того, чтобы вылечить прежде всего деда, у которого там было 4 инфаркта, потом ты хочешь просто быть классным врачом, потому что тебе нравится эта профессия, но в какой-то момент ты понимаешь, что, наверное, вот юридическая стезя, о которой очень часто говорил отец, она тоже не менее привлекательна, и вот таким образом ты попадаешь в университет, на юридический факультет, и проходишь путь от студента до декана, на самом деле, о котором ты даже, ну, наверное, не мечтала, хотя плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, наверное, преподаватели должны тоже хотеть быть на каких-то очень высоких позициях на факультете, который ты уже любишь не только как студент, не только как выпускник, но и как человек, который уже прошел путь от ассистента кафедры, или там от аспиранта кафедры до, соответственно, доцента, и потом профессора этой кафедры, теории истории государства и права, и когда ты становишься во главе любимого факультета, это огромная ответственность, но это и огромные возможности, которые тебе дает жизнь, дает судьба, и я думаю, что несмотря на то, что вообще, говорят, профессия юриста больше, наверное, мужская, на самом деле в юриспруденции очень много женщин, и не только адвокатов по уголовным делам, но и женщин-руководителей правовых департаментов, и в этом смысле юрфак, вот как один из старейших факультетов университета, может быть, это какое-то исключение, что здесь всегда были деканами мужчины, и когда женщина возглавляет факультет, это, ну, с одной стороны, удивительно для, наверное, вот этой сферы юридической, с другой стороны, и академической среды, а с другой стороны, ну, сегодня женщина, она, в общем-то, может позволить себе возглавить не только факультет, но может возглавить и правительство, и стать президентом, что, в общем-то, тоже множество примеров, поэтому это огромная ответственность, но это огромные, вот, огромные возможности реализовать не просто свои какие-то амбиции, не просто, вот, ну, почувствовать себя маленькой хозяйкой большого и любимого факультета, но и в то же время это возможность сделать для Альма-Матер что-то такое особенное, что поднимет и Юрфак, и Казанский университет на какую-то более высокую планку, чем это делали твои учителя, то есть твои предшественники, и это не только деканы юридического факультета, это, конечно же, весь коллектив юридического факультета, и в этом смысле я также благодарна своей команде, своему коллективу, который поддержал вот этот выбор Ильша Травкадыча Гафурова в свое время, когда я проходила декан, единственный из руководителей, кто проходит выборы большим ученым советом Казанского федерального университета, в отличие от директоров, которые назначаются ректором, и вот я очень благодарна, конечно же, и ученому совету университета, который поддержал мою кандидатуру, и сегодня я надеюсь, что та команда, которая сформировалась, она способна решать большие задачи не только в масштабах факультета, но и в масштабах университета, и в масштабах Республики Татарстан, и в масштабах Российской Федерации. Уникальная профессия юриста, может быть, у кого-то, да, это всегда вызывает какой-то трепет, поскольку мы всегда связываем юриста с какими-то, ну, или очень часто, да, там не совсем правильно, может быть, связывать с правонарушениями, с какой-то ответственностью юридической, да, которая вот возникает и наступает, но на самом деле юрист – это универсал, с точки зрения тех знаний, тех умений, навыков, которые он приобретает, и с точки зрения той сферы, в которую он помогает решать другим, на самом деле, очень много важных для этих людей вопросов. И уникальность юридической профессии еще и в том, что ты можешь быть практикующим юристом, опять-таки, вот в любой сфере юридической деятельности, адвокатская ли это деятельность, органы прокуратуры, ну, или в целом правоохранительные органы, судейский корпус, консалтинг, инхаус-юристы. То есть у тебя так много возможностей проявить себя именно в профессиональном плане. И в то же время ты можешь закончить аспирантуру, защитить диссертацию и при большой любви к студентам остаться на кафедре и тоже сочетать в себе юридические и педагогические начала. И это тоже возможность реализовать и себя, и воспитать новое поколение юристов, воспитать будущих граждан этой страны, вот именно не только в профессиональном плане, но и в человеческом плане, потому что 4 года или там 5 лет, 4 плюс 2 с магистратурой, это 6 лет, когда ты видишь, как на твоих глазах растут и в личностном плане, и в профессиональном плане те, кого ты принял на первый курс. Причем ты видишь этот рост не только, вот опять-таки, в профессиональном плане, но ты понимаешь, что среди вас, поступающих на юрфак, поступивших на юрфак, студентов, выпускников юрфака, есть те, кто продолжает даже после окончания университета поддерживать связь с Альмаматор не только в качестве потенциальных работодателей, но и в качестве спонсоров больших мероприятий, маленьких каких-то событий важных, которые, ну то есть оказывают еще и финансовую поддержку юридическому факультету, это говорит о том, что на самом деле все не зря, и выбор профессии, он был правильный, и возможности формировать гражданскую позицию, и вот благодаря этому особому ДНК, да, вот мы сейчас, мы раньше говорили дух юрфака, да, сейчас говорим, особый ДНК юридического факультета у выпускников, у студентов, и это на самом деле так, и я очень рада, что мы продолжаем вот эти славные традиции, которые заложили наши учителя, ну, наверное, да, с 1804 года, но мы берем немножко как бы более близкий отсчет в истории университета, то есть тогда, когда ты сам являешься студентом, и когда ты вот проходишь этот путь, и воспринимаешь вот эту энергетику факультета, и не просто с гордостью несешь звание выпускника юрфака, но ты понимаешь, что ты еще и в ответе за те общественные процессы, которые происходят, участником которых ты являешься, но при этом всегда посредованно, потому что ты, если ты не законодатель, конечно, да, там, не нормотворец, но ты еще и практикующий юрист, или ты педагог, то есть ты преподаватель на юридическом факультете, или ты ученый, который двигает вперед юридическую науку, тем самым способствуя эффективному такому, ну, практика, эффективной деятельности практикующих юристов, то есть все это вот вместе, оно говорит о том, что на самом деле вот эта уникальность и универсальность юридической профессии, она позволяет тебе проявлять себя вот, ну, в любой ипостаси. И даже если ты не будешь работать по профессии, не будешь работать юристом, никогда и нигде не мешают юридические знания, никогда и нигде, ну, вот, не ложится на самом деле надолго диплом юридического факультета, и в этом смысле у тебя всегда есть возможность совершенствовать свои навыки, расширять свои горизонты, благодаря тому, что юридическая профессия, она тоже трансформируется. То есть надо так много знать, нельзя, то есть быть зашоренным исключительно только в законодательстве, нужно очень, ну, так вот, внимательно следить за теми трендами, которые существуют, и поэтому сегодня юрист, это, ну, он, конечно, не айтишник, да, как мы обычно говорим, но он с очень таким хорошим знанием IT-технологии, он с очень хорошим таким экономическим даже где-то образованием, ну, или, по крайней мере, с очень хорошей базой по экономике, и психолог, и, наверное, где-то и философ где-то, и это тоже нужно. Поэтому профессия юриста, она вот и уникальна, и универсальна тем, что ты очень многогранный, ну, при условии, что действительно мотивированный, целенаправленный такой на то, чтобы вот делать себя таким. Поэтому и факультет дает возможности вот эти все грани и шлифовать, и выстраивать именно те траектории, которые и делают тебя вот таким профессионалом, универсалом, который может работать как юристом, так и не юристом, но при этом применять юридические знания, которые, в принципе, нужны всегда и везде, в любых ситуациях. И любая деятельность, которая сопряжена с твоей профессиональной сферой, она, ну, благодаря тому, что ты не стоишь на месте, и ты развиваешься сам, и ты не боишься чего-то нового, всегда, ну, бог судья, бог судьба дает возможность тебе эти горизонты свои раздвигать. И вот эта деятельность общественная, которая связана с тем, что я еще являюсь депутатом Казанской городской думы, причем уже второй созыв, вернее, я была депутатом третьего созыва сейчас, четвертый созыв депутатов Казанской городской думы. То есть это, во-первых, это удивительные люди, с которыми ты ознакомишься, то есть это твои коллеги уже по депутатскому корпусу, и удивительные люди вот тоже во всех своих проявлениях. Это и учителя, это и врачи, это и бизнесмены, ну, то есть это очень разные в профессиональном плане люди, но при этом они все очень удивительные, все очень талантливые, и все очень такие открытые вот этому миру, что ты очень много черпаешь вот этой позитивной энергетики. Это очень такой вот большой круг новых, знакомых людей, уже теперь знакомых, где-то даже уже это дружеские отношения перерастают потом, которые, ну, может быть, и учат тебя чему-то, и дают тебе вот тот энергетический какой-то запал, который, возможно, ну, на определенных этапах, вот в плане только профессионального твоего роста, он, ну, недостаточен. И тогда ты открываешь в себе другие грани, ну, вот даже благотворительность или какие-то, ну, такие события, которые происходят в стране и в мире, и ты соприкасаешься с этими событиями, с этими людьми уже не как декан юридического факультета и даже, ну, наверное, не как депутат Казанской городской думы, а просто как человек, который об этих событиях бы никогда не узнал. Если бы вот не случилось там выезда, ну, или, ну, в детский дом, если бы не случилось какого-то мероприятия, которое организовали женщины-депутаты для матерей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. И ты понимаешь, что на самом деле в городе масса событий, которые происходят вне юридического факультета, вне Казанского университета, но при этом ты тоже сопричастна этим событиям, ты сопричастна к городу, который ты на самом деле тоже безумно любишь, не только потому, что ты здесь родилась, но еще и потому, что ты хочешь этот город видеть красивым, благоустроенным, с комфортной средой, не только для здоровых людей, но ты понимаешь, что вокруг тебя есть люди с ограниченными возможностями, и это тоже горожане, это тоже люди, которые хотят полноценно жить по мере возможностей здоровья, и что если у тебя есть возможность им как-то помочь через принятие определенных решений Казанской городской думы, через депутатские запросы, которые мы делаем в различные органы организации, даже благотворительностью, то есть если ты можешь купить велосипед ребенку-инвалиду, ну, не ради того, чтобы поставить галочку, да, что вот я депутат, я это сделаю, не для этого, а вот, ну, потому что ты понимаешь, что, да, это вот, ну, капля в море тех событий, которые происходят, но ты участник этих событий, и ты сделал этот мир чуть-чуть лучше, чем он был, если бы ты этот шаг не сделал. Поэтому я очень благодарна своим избирателям за ту возможность, которую они предоставили мне второй раз. Я шла по центральному округу, то есть и сейчас, то есть я понимаю уже, когда есть опыт работы, пятилетний опыт работы первого созыва, то есть ты сейчас уже понимаешь, что, ну, можно делать больше, и есть инструменты и возможности, которые тебе позволяют делать больше. И поэтому ты уже на многие мероприятия, которые проходят на факультете, в университете, ты смотришь на них сквозь призму городских таких вот событий, городских проблем в том числе, и, ну, вот, горожан в целом, да, и это тоже здорово, потому что, еще раз повторю, ты не замыкаешься только, ну, вот в рамках университета, в рамках факультета, ты, благодаря вот этим своим активностям, ты раздвигаешь свои собственные горизонты, ты, ну, и где-то закрываешь, может быть, собственные гельштаты, да, то есть, ну, которые у каждого из нас на самом деле есть, и поэтому тот, кто много делает, на самом деле много успевает, и вот, как, вот, опять-таки, то есть отступление в плане того, что если в детстве родители хотели, чтобы ты заканчивал там художественную школу, музыкальную школу, да, то есть, ну, родители же тоже в нас очень много вкладывают, и они хотят, чтобы мы действительно росли разносторонними личностями, и, там, кто-то в спортивной секции, вот, отдавая меня в музыкальную школу, ну, наверное, родители хотели, чтобы я ее все-таки закончила, но так получилось, что я ее не закончила. Но уже вот сейчас, во взрослой жизни, ты понимаешь, что есть возможность этот гельштат закрыть, что вот можно брать уроки музыки, можно, как бы, записаться на фортепиано, да, и вот просто получить удовольствие от того, что ты уже, там, как говорится, в 50 лет делаешь то, что, ну, наверное, надо было сделать тогда, когда тебе было, там, 10, 12, и поэтому вот это тоже ощущение себя, вот, в плане того, что родители, они настолько, ну, наверное, любили меня, что даже когда я говорю, я не буду заканчивать музыкальную школу, мне тяжело и учиться там, и вот музыкалка, спортивные там секции, и все, ну, родители сказали, окей, ну, то есть раз ты не хочешь, значит, ты не хочешь. А потом уже во взрослой жизни я говорю, мам, почему ты не заставила меня закончить музыкальную школу? Он говорит, ну, ты же не хотела, тебе было тяжело. Где-то надо ребенка заставлять, где-то надо, надо вот этот восклицательный знак, вот эту точку надо всегда, чтобы ребенок поставил, потому что, ну, очень важно в плане формирования твоего характера приучаться к тому, что начатые дела надо заканчивать. И в этом смысле вот ощущение того, что я могу это сделать сейчас, то есть, да, это не музыкальная школа, да, это не профессиональная там, ну, то есть я не буду там музицировать, как Денис Мацуев там или кто-то другой, но для себя мне было очень комфортно и, ну, классно вот так вот это ощущение соприкосновения с прекрасным вот уже во взрослой жизни вот в таком качестве, то есть мне было приятно вот это получить, это я тоже сделала для себя. И поэтому никогда не поздно ничему учиться новому, никогда не поздно расширять свои горизонты, никогда не поздно открывать для себя не только новые страны, но и собственную страну, собственных людей, собственных граждан, горожан, ну, то есть своих однокурсников, одноклассников, одногруппников. и никогда не поздно вот получать удовольствие от жизни именно наслаждаясь тем, что ты делаешь, наслаждаясь тем, ради кого ты это делаешь, и наслаждаясь тем, с кем ты это делаешь. Наверное, вот если... Спасибо. Попробуйте. Так, уважаемые друзья, мы переходим к сессии вопросов-ответов. Напоминаю, микрофон находится в зале нашего коллеги Романа. Если у кого-то есть вопросы, уже созрели, да, то давайте знать, и, соответственно, микрофон к вам по рядам двинется. Пока решается первый, вот я вижу там, наряд выше уже можете передавать, несколько вопросов на уточнение по поводу того, что вы уже сказали. Ну, вот, конечно, музыка меня очень задела, да. Кстати, как успехи-то у вас, как с фортепиано сейчас? Хорошо. Хорошо? То есть они гораздо лучше, чем у тех, кто имеет музыкальную школу за плечами даже вот, ну, несколько классов, то есть практически там. Ну, это, мне кажется, вообще гигантская сила воли, вот, взять и вот... Ну, да, вернуться... В определенном возрасте к этому вернуться. Я, например, не смог, да, вот мне стыдно так, да, не могу себя силить. Я вот прямо вот слушаю вас, может, все-таки надо... А кто-то заканчивается? На самом деле в планах еще занятие вокалом и в планах все-таки занятие где-то в художественной школе. У меня в январе родился внук, я надеюсь, что мы где-то на каком-то этапе с ним наверстаем. Вместе. Да-да-да, наверстаем. То есть он на аккордеон, я, может быть, на вокал, поэтому... Я думаю, просто аплодисменты, да, потому что... АПЛОДИСМЕНТЫ Настолько неожиданно, но это действительно к вопросу о век живи, век учись, да, причем самому неожиданному, ну, самому высокодуховному, что может быть в духовной музыке. А к вопросу еще, сейчас я передам вам вопрос, к вопросу еще все-таки о заявной теме, она тоже близко немножко и с духовностью, наверное, тоже тема. Вот нас, особенно медийщиков, да, мучает вот этот вопрос по отношению к юристам, к практикующим юристам. А вот может ли быть хороший юрист без гражданской позиции, если мы перевернем вашу тему? Более того, иногда ведь даже мысль такая сквозит, что он и должен таковым быть максимально циничным и абстрагированным, ну, скажем, от того, что называется мораль. Мораль и право часто не совпадают. Увы, и люди плачут, плачут через СМИ, через какие-то там каналы, ну, через депутатов в том числе, да, а вот юридический, да, вот правовой, что называется, вот этот замок не позволяет ему войти вот в эту составляющую, которая тоже является частью того, что мы называем гражданин. Вот как соотношение с вашей точки зрения? Ну, здесь, наверное, тоже будет много вариантов ответа на этот вопрос, причем вот у каждого юриста, наверное, он будет свой, как это говорят, два юриста-тремнение. Я думаю, что, ну, для меня профессия юриста, а вот она всегда социальна, вне зависимости от того, ты обслуживаешь государство, ты обслуживаешь частный бизнес, ты обслуживаешь отдельно взятого человека. Ты всегда связан с теми правилами, которые не тобой установлены, с одной стороны, но с другой стороны, ты всегда эти правила, вот как раз, на мой взгляд, мы, нас этому учили, и мы стараемся все-таки учить наших студентов, что это правила не которые нужно найти способ обойти, это правила, которые нужно оптимально применить к той ситуации, в которой ты являешься посредником разрешения. Судья ли ты, прокурор ли ты, следователь ли ты, юрисконсульт ли ты, к которому пришел работник с этой же организации, ты его консультируешь, при этом ты юрист на предприятии, и ты изначально заложник системы этой организации. То есть ты все равно на стороне интересов работодателя, прежде всего, но это работник, и ты тоже, я считаю, что профессионально там, где ты остаешься нейтральным, не с точки зрения твоей гражданской позиции, а с точки зрения вот именно того, чьи интересы вот в данный момент ты представляешь. То есть в данный момент, то есть если к тебе обратился работник, ты должен объяснить ему его права и обязанности, даже, ну, так, если они где-то в конфликте интересов с интересами работодателя. Гражданская позиция, она в любом случае, ну, у каждого из нас она существует, то есть если я, допустим, являюсь руководителем фракции Казанской городской думы партии «Единая Россия», то я в любом случае отстаиваю, конечно, интересы партии, чьи программные положения я разделяю, но при этом, когда этот вопрос касается городской среды, горожан, то есть это проблема там экологии, парковок, там, муниципальных и какие-то другие вопросы. Здесь же вопрос не партийный, то есть ты эту свою гражданскую позицию занимаешь как гражданин, как горожанин, но без принадлежности к партии, ну, при этом, как бы, ты в первую очередь думаешь о том, насколько это удобно будет всем нам, то есть мы же тоже жители этого города, и я думаю, что юрист, да, ну, это правильно, на самом деле, там, горячее сердце, холодная голова, чистые руки, то есть это все понятно, это так и должно быть, то есть профессионал, он должен вот эти эмоциональные все составляющие, ну, где-то оставить за пределами этой ситуации, и как бы тебе не было жалко там детей при разводе супругов, в любом случае ты действуешь, не исходя из собственного жизненного опыта, если вдруг ты тоже в разводе, и тебе хочется поддержать одну из сторон, то есть вот надо найти вот эту грань между, как бы, твоей эмоциональной, твоей профессиональной составляющей в плане и твоей личностной составляющей, и, ну, отделять вот это от истории других людей, но при этом четко следовать не только букве закона, но и духу закона. А вот там, где дух закона, там, на самом деле, есть возможность и усмотрения, и гражданской позиции, и твоего личного опыта, но он должен быть настолько аккуратен, аккуратно вплетен в разрешение вот этой конкретной юридической ситуации, то есть он не должен давлеть над ситуацией, к которой, ну, ты не имеешь отношения, то есть имеешь отношения только как юрист, как сторонний наблюдатель, как профессионал, который поможет в ней разобраться. Поэтому я думаю, что можно быть классным юристом, но при этом оставаться с очень четкой гражданской позицией, вне зависимости от того, какова эта позиция. Прогосударственник ты, контргосударственник ты, то есть ты защищаешь интересы бизнеса. Вот я почему, еще раз возвращаясь к своим истокам, я все-таки очень благодарна отцу за, вот, наверное, он был работником прокуратуры и тоже стоял на защите интересов государства, да, ну, то есть поддерживать обвинения в суде, и он был, он работал в госсовете, и он тоже представлял интересы, ну, органа, представительного органа государственной власти, то есть спикера, соответственно, тогда, когда Василий Николаевич Лихачев вот был у нас. И он был начальником правового управления «Газпром Трансгаз Казань». И, казалось бы, ну, так, вот, вроде интересы акционеров, да, интересы тех, кто действительно... И в то же время он стоял на позиции, что надо всегда соблюдать интересы граждан, то есть тех, кто потребляет газ и тех, кто, соответственно, ну, нуждается вот в том, чтобы... И при этом он, ну, то есть он тоже защищал интересы государственные, потому что если ты не платишь за услугу, которая тебе предоставляется, ну, то есть мы как юристы в любом случае будем из бабушки, из дедушки, как бы нам не было их жалко, мы будем с них взыскивать задолженность за оплату газа. Вот. Поэтому, ну, то есть ты в любом случае, ты как профессионал, вот, интересы государственные, интересы, там, работодателя, интересы твоего, там, ну, руководителя, ты защищаешь интересы государственные. Потому что в любом случае государство – это мы с вами. Это, там, ну, да, мы гражданское общество, мы просто общество, но в любом случае государство – это не я, государство – это мы. Это мы делаем нашу страну сильнее, это мы делаем наш город лучше, и это мы делаем наш факультет более привлекательным среди множества юридических вузов, которые есть в России. И поэтому это мы делаем историю нашего университета, историю нашего города, историю нашей республики, историю нашей страны. Поэтому это наша страна, и мы и есть наша страна. Спасибо. Добрый день. Все работает. Скажите, пожалуйста, где вы берете мотивацию? То есть у вас бывают дни при вашей такой обширной деятельности, что вы хотите просто замедлиться, возможно, полежать там в кроватке, посидеть в интернете, ни с кем не разговаривать, а просто пожить для себя? Мотивация, на самом деле, она бывает очень разной, да, вот действительно. Самый большой мотиватор – ты сам для себя, всегда. Потому что, ну, какое бы замечательное окружение у тебя не было, вот если тебе действительно это все не хочется, то это тебе и не хочется, и тогда надо просто найти время для себя, там, сходить на массаж, даже, там, просто где-то почитать с книжкой, уехать на три дня в Стамбул и исправить свое 50-летие там, не потому что ты не хочешь никого видеть, а потому что вот тебе так хочется отпраздновать свое 50-летие. Очень мощный мотиватор наши студенты. Ну, то есть когда ты, там, 20 с лишним лет вот в этой академической среде, и когда ты вот среди молодежи, это самый мощный мотиватор, потому что тебе все время хочется, ну, вместе с ними, тебе хочется помочь им в их каких-то начинаниях, в их каких-то проектах. В этом плане у нас очень мощный студсовет всегда на юрфаке был, есть, и, надеюсь, будет, и в этом, и поэтому, ну, вот студенты, активные студенты такие вот, которые действительно, может быть, не с активной гражданской позиции, но очень активные вот сейчас, а некоторые из них с очень активной гражданской позиции, они являются очень мощным мотиватором. Ну, вот я говорю, что в январе родился внук, это тоже, это вообще отдельная история, то есть если в 5 утра ты просыпаешься вместе с ним, с его улыбкой, начинается твой день, это тоже определенный заряд, и тебе хочется, ну, вот кажется, что горы свернешь. Поэтому мотиваторы, на самом деле, они в тебе самой. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Софья Халикова, четвертый курс юридический факультет. Вы говорили про выпускников. Насколько мне известно, вы были научной руководительницей, уже моей научной руководительницей, исходя из этого вопроса. Я думаю, она такая не одна. Замечательный профессионал. Вашим научным профессионалом? Валерий Таллина Курносова. А, да. Невероятный персонал своего дела и замечательный тренер. У меня вопрос. Как стать хорошим тренером? Надо просто очень любить людей, с которыми ты общаешься. Вот на самом деле всегда и во всем. Вот надо очень, ну, надо просто любить своего ребенка для того, чтобы он вырос хорошим человеком, потому что много любви не бывает. Надо любить свою профессию, потому что, ну, вот в этой любви как раз и рождается то самое чудесное, что приводит к защите тех, кто, ну, на кого ты не делаешь ставку, но при этом ты веришь в их силы, в их возможности. И мне кажется, вот благодаря любви, такой вот многогранной, разносторонней, все это получается, поэтому если ты хочешь быть тренером, тебе это нравится, ты любишь эту работу, у тебя это все, у тебя получится. Ну, тренер как коуч, то есть, ну, это же тоже, и тренер, как вы понимаете, как научный руководитель, да, научный руководитель – это не тренер. Ну, то есть, невозможно натренировать аспиранта своего для того, чтобы он написал эту работу. Это значит, что тебе просто повезло, что в твои руки попала Валерия Витальевна Курносова, и что надо просто помочь Валерии Витальевне вот этот ее шаг в большую науку сделать. Поэтому, ну, надо просто любить свою работу, людей, которых тебя окружает, и студентов, с которыми ты общаешься, семью свою, детей, внуков, там, и тогда все получится. Спасибо. Так вот, рядом, да, вопрос, пожалуйста. Красиво, очень, да. Институт филологии, межкультурной коммуникации. Хороший юрист – это холодная голова, горячее сердце. Чистые руки. И чистые руки – это слова всеми известного Феликса Ильдовича Дзержинского, он говорил, это о том, каким должен быть настоящий чекист. То есть, можно ли этим сказать, что вы проводите параллели между органами госбезопасности, между юристами, если есть параллель, то какие? Нет, я не в плане параллели, я вот как раз, как бы, перефразирую Дзержинского, но применительно к тому, что в любой профессии, а разве врач не должен быть с горячим сердцем, но при этом с холодным рассудком и с чистыми руками? Врачи и учителей так часто обвиняют в коррупции, да? То есть, и поэтому чистота рук в этом смысле, она, ну, как бы в переносном смысле, она для всех профессий, она не только для юристов. Поэтому здесь аналогия не с НКВД, не с ОГПУ, а именно с тем, что в любой профессии ты должен быть профессионалом. Врач ли ты, учитель ли ты, юрист ли ты, там, столевар ли ты. Любая профессия требует очень большой ответственности, очень больших и разносторонних знаний, особенно сегодня. И любая профессия требует чистоты в отношениях, ну, как бы, в разном контексте. С коллегами, с пациентами, если ты врач. Спасибо. Хотя, честно говоря, я не очень понял, почему вы так противопоставляете органы безопасности. с правом, да? Вообще будет замечательно, если они будут работать в рамках права. Да, конечно. Вот, а право будет в том числе соответствовать задачам безопасности. И холодная, как чего там, голова, что ли? Голова, рассудок, да? Да, тут не помешают ни в этом, ни в этом случае. Нет, никому абсолютно. И уж тем более чистые руки. Абсолютно. На профессии юриста, я же вначале сказала, что она настолько уникальна и универсальна, что нельзя сводить вообще ее исключительно только к системе правоохранительных органов, даже вообще. Потому что хороший кадровик, да, скажем так, юрист. Вот пример. Это выпускник юридического факультета. Артур Шавкатович Галимов у нас как раз возглавляет наш департамент. Вот вам пример выпускника юриста, который является начальником отдела кадров. Ну, то есть, это же, ну, казалось бы, не чисто юридическая такая деятельность, да? Ну, то есть, это где-то даже, наверное, это очень много бумажной работы, но при этом очень много правил, которые нужно соблюдать при приеме на работу, при увольнении с работы, там, ну, и вообще любое движение, там, да, профессорско-преподавательского состава, это все, на самом деле, очень много вопросов разного порядка. И вот выпускник юрфака в данном случае является как раз тем человеком, который со знанием правовых норм действует в интересах работников и работодателей Казанского федерального университета. Спасибо. Вопрос? Лилия Толгатовна, большое спасибо за такую интересную и местами трогать историю. Вот вы с такой теплотой рассказывали о своей семье, о своем внуке. Расскажите, пожалуйста, при таком плотном графике, как удается совмещать личное и профессиональное? И второй вопрос касательно профессии юриста. Профессия юриста, она всегда была и остается и будет в особом почете, но в то же время с каждым годом растет число выпускников юридических именно факультетов, которые сталкиваются с какими-то проблемами при трудоустройстве к тому времени, когда они уже оканчивают вуз. Как вы считаете, в чем проблема и на что обращать внимание выпускникам, самим юристам? Как готовиться к тому, чтобы быть интересными для будущих работодателей, что бы вы хотели пожелать нынешним студентам юридического факультета? Спасибо. Спасибо. А вы о проблемах при трудоустройстве, а их все испытывают? Почему проблем-то возникает? Да. Потому что квалификации не хватает или что? Мне кажется, ну, давайте я попробую ответить. Да, контекст. И вот сюда микрофончик, пожалуйста, я очень обещал давно. Ну, с тайм-менеджментом, наверное, не всегда бывает все хорошо, хотя нас этому учат, мы сами этому учимся. Мы тоже на самом деле любим проколчиться на каких-то мастер-классах, что тоже всегда полезно в плане того, что надо всегда быть в тонусе. И поэтому надо планировать, наверное, вставать рано, планировать немного, делать сразу и быстро. И тогда вот ты успеваешь все это совмещать, и надо расставлять приоритеты, может быть, и в целом, и на конкретный день. То есть если вот есть какие-то важные события, которые связаны с семьей, то ты концентрируешь свое внимание на семье. Если есть вот важные мероприятия на факультете, то, конечно, ты уже не балансируешь между семьей и факультетом, ты полностью на факультете, потому что ты здесь нужна. И дальше семья должна уметь справляться без твоей помощи. Поэтому не надо стараться вот все успеть. То есть быть прям вот там даваникой, быть там мамой хорошей. Ну, как бы, да, ты хорошая мама, потому что ты воспитала хорошего сына. У тебя замечательная у сына семья. И они взрослые, большие люди, то есть они справятся со всем и без тебя, потому что ты научила, как это делать самостоятельно. И поэтому, а работа это, ну, это твоя первостепенная как бы задача, и ты здесь на факультете всегда должна быть в теме, в любой, какая возникает. И должна, соответственно, координировать работу большого коллектива, все-таки почти 140 сотрудников, преподавателей университета, почти 3000 студентов. Это большой коллектив, и, ну, надо держать руку на пульсе, поэтому ты в данном случае, конечно же, работа, она вот, ну, важна. Но для меня, вот, как бы, да, я не знаю, как для других женщин, я считаю, все-таки для женщины семья, она является в приоритете. То есть, когда у тебя есть семья, когда, ну, ты знаешь, что тыл надежен, что там все хорошо, работать гораздо интереснее, легче, веселее, ты спокойно, ты, ну, вот, как бы отдаешься этому делу. Поэтому, ну, я считаю, что для женщины семья должна быть всегда на первом месте. И поэтому мое отношение к сотрудникам, вот, когда они ведут детей в первый класс, да, там, им надо вот, ну, они не могут прийти к восьми, потому что в восемь надо быть на линейке в школе. Я считаю, что мама должна быть на линейке в школе, первый ли класс, это одиннадцатый, или если вот, ну, как бы это надо маме, она должна быть там со своим ребенком, какого бы он возраста ни был. И поэтому для меня, вот, ну, год семьи, да, это важно, да, ну, там можно объявлять год науки, год семьи, там, и так далее. Но вот именно вот это мое отношение к семье, оно, естественно, переносится и на сотрудников, на преподавателей, то есть там, где есть возможность. То есть надо давать возможность быть им тоже с семьей тогда, когда им это нужно. Что касается второго вопроса, то на самом деле много причин, почему есть проблемы в трудоустройстве выпускников, ну, они, наверное, объективного и субъективного порядка. Знаете, в 97-м году, когда, ну, вот в одном из журналов, аналитических, экономических журналов, там была проведена статистика относительно, ну, развития различных профессий, то есть 97-й год, да, то есть, заметьте, и даже не 2007-й, не 17-й. И перспективы относительно профессии юриста уже тогда были, ну, вот, похожи на то, о чем говорили, там, Греф вот в последние, там, несколько лет относительно того, что, ну, профессия юриста, она не нужна. Будет потому, что вот юристов заменят программы, ну, то есть роботы, да, боты, там, различного рода IT-программы. Тогда перенасыщенность рынка юристами была обусловлена тем, что все вузы, профильные и непрофильные, начали обучать платно, то есть образование стало платным, то есть, и уже помимо, там, сотни бюджетных мест, которые финансируются за счет государства, у нас появилось, ну, по сути, контрактное отделение, как мы его тогда называли на юрфаке, то есть, и вообще во всех вузах появились юридические факультеты в КАИ, КХТИ, вот, ну, как бы, если вы эту историю как-то так краем слышали, и настолько большое количество юристов появилось на рынке этих юридических услуг, что стали говорить о перенасыщении, ну, в профессиональном плане. На мой взгляд, ни тогда, в 97-м году, ни сейчас, когда говорят о том, что робот когда-нибудь в ближайшей перспективе заменит юриста, я считаю, что это неправильные прогнозы. Вот, возвращаясь к тому, что профессия юриста, она все-таки, юриспруденция – это социальная, очень социально направленная сфера, и профессия юриста, вот, при всей ее уникальности и универсальности, это все-таки, ну, такая вот связь с клиентом, да, пусть вот это, ну, как-то немножко рыночно звучит, то есть ты всегда связан, человек связан с другим человеком, и вот роботу ты будешь рассказывать про свои семейные проблемы, да, там, или вот этим, ну, вводить там вопросы, и он тебе выдаст там, разводись, ну, как бы, все тебе останется, разводись, ну, то есть он тебе выдаст вот это решение готовое, которое, в принципе, потом судья просто подтвердит. Я считаю, что вот наша профессия настолько, она социальна, что и хороших юристов, на самом деле, всегда будет не хватать, при всем при том, что юрфак выпускает качественный контингент. Все юрфаки, все юридические факультеты стараются выпускать, ну, действительно, очень профессионально подкованных юристов, в любом случае, эта профессия, она всегда будет востребована. Но есть законы рынка, есть развитие техники и технологий, есть завышенные ожидания самих выпускников, поскольку, знаете, вот, ну, это вот, опять-таки, не про юристов тогда было сказано, ну, вот, тоже один из депутатов Казанской городской думы, он говорит, вот, я хотел, ну, то есть мне нужен технолог на работу, а зарплата 50 тысяч. Технолог. Девушка, ну, без опыта работы, вот просто буквально там, ну, вчера из КХТИ, то есть еще краска там на дипломе не высохла, она говорит, нет, на 50 тысяч я к вам не приду, вот 70, ну, как говорится, и по рукам. То есть завышенные требования относительно своей зарплаты при отсутствии опыта, я думаю, что это тоже, ну, не совсем правильная история, потому что как бы хорошо ни учили на юрфаке, в любом случае ты должен эти знания научиться, ну, вот, обкатывать не только на учебной и производственной практиках, но и ты должен, вот, понять, как это работает, когда ты сам за это отвечаешь. То есть ты не просто на практику пришел, а тебя взяли на работу юристом, да, на 25 тысяч в муниципалитет, но это твой жизненный опыт, это твой профессиональный опыт, это твои выигранные судебные процессы, или это твоя ситуация, когда ты не довел дело до суда, там, ты, вот, разрешил ситуацию медиативно, да, там, вот, это только твой жизненный опыт, который, ну, вот, ни за 50 и ни за 70 тысяч сразу тебе никто не готов вот этот твой жизненный опыт оплачивать. Поэтому можно начать с 25, но при этом стать за три года настолько классным специалистом, что потом тебя будут покупать за 150. Вот, поэтому. Спасибо. Вот, кстати, вот, в качестве дополнения, если позвольте, насколько я знаю, ни один пока эксперимент, чтобы не говорил Греф, внедрение искусственного интеллекта в правовую сферу не увенчался успехом. Они все трагически провалились. Более того, они такие дали результаты, что авторы вообще сами не рады. Но IT-технология – это большое подспорье для юристов. Безусловно, как инструмент, но не как замена. Ну, и тем более, уже начиная с гаранта, консультанта, плюс там кодекса и других правовых систем, вы сами знаете, что, конечно же, нормативная база у нас огромная, и даже вот то, что есть возможность получить какой-то типовой документ и так далее, то есть это, ну, в любом случае, это то, чем юрист должен уметь пользоваться, ну, как бы на элементарном уровне, да. Сегодня это уже элементарно. И еще у вас ныкнула такая фраза, сейчас вам передам слово. Надо рано вставать. А вот рано вставать – это во сколько? Ну, в пять хорошо. Ну, услышали все, да? В пять хорошо. Во-первых, все спят. То есть такое, ты как бы вот сама себе как раз предоставлена, там, где ты можешь и книжку почитать, и на диване поваляться, и тебе никто не помешает. Потому что, ну, как бы, и такое вот утро, оно всегда, ну, какое-то особое время суток для меня, может быть, потому что я жаворонок. Поэтому, то есть для меня это комфортно. Но я могу вставать в пять и ложиться там поздно достаточно. Вот когда я писала диссертацию докторскую, то есть я ложилась там в два, в три. При этом вставала там утром дальше в семь-восемь надо на работу же. То есть никто же не отменяет то, что ты декан, то, что у тебя трудовой день начинается в восемь-тридцать. И поэтому написать вот диссертацию, чтобы сосредоточиться, на самом деле, ну, тоже сложно, потому что ты приходишь домой, ты приходишь и выключаешь, что ты декан, то есть ты пришла, ты мама, ты супруга, ну, вот теперь уже даваника. Поэтому ночное время – это тоже твое время. И ты же его можешь посвятить себе с книжкой, с телевизором, с просмотром какого-то фильма, который ты вот, ну, просто хотела посмотреть. Ну, или вот работа над докторской диссертацией, что тоже для себя же делаешь, не для кого-то. Спасибо вам. Вам вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие три совета вы бы дали для себя студентке? Спасибо. Еще раз. Для себя студентке какие бы три совета дали? Три совета. Три совета для студентки. Ки именно, для себя, как для студентки. Когда вы выключались? Не знаю, ну, наверное, хороший вопрос, как для студентки. Вставать в пять утра, это уже первый совета. Вот. Ну, я обращаясь к себе к той, я могу сказать, что надо было, наверное, получить еще какую-то квалификацию дополнительную. Вот, даже того же психолога уже не на уровне, вот, коучи и мастер каких-то классов там, а получить, наверное, может быть, вот диплом. Хотя, на самом деле, это и сейчас не поздно. Но, когда ты учишься в университете и получаешь это параллельно, это всегда, ну, как бы, ты экономишь время. Ты, может быть, тратишь финансы, затраты финансовые у тебя появляются, но ты зато экономишь колоссальное время. А время – это вот как раз тот ресурс, который всегда очень-очень важно экономно к нему относиться. И, наверное, я бы себе посоветовала, вот, даже не психологию, наверное, а взять все-таки иностранные языки, которые в любом случае, ну, при любых ситуациях это всегда, это тоже расширяет твой кругозор, это, там, тренирует память и все остальное. То есть надо было это делать еще профессионально, то есть переводчик в сфере профессиональной коммуникации надо получать, обучаясь на юридическом факультете, ну, или там в любом институте, если это сопряжено с твоей профессией, не сопряжено, просто для того, чтобы, ну, вот именно ты тоже имела больше возможностей для того, чтобы не просто общаться, а где-то еще профессионально и эти знания применять. Вот это, наверное, то есть вот как один, то есть надо использовать максимально время, которое у тебя есть в период учебы. То есть нужно, особенно, когда у тебя, ну, не обременен, там, да, вот, там, молодая семья и хочется, конечно, посвятить. То есть если я на третьем курсе замуж вышла, а на пятом курсе родила, то есть ты уже, ну, вот переключаешься в другую плоскость отношений, которые идут параллельно с твоей учебой в университете, и поэтому, конечно, вот надо максимально это время использовать, тем более вы, ваше поколение, ну, не знаю, к счастью, к сожалению, ну, вот так складывается, что вы не стремитесь сейчас создать семью в период обучения, то есть вы все как-то это откладываете на более поздний период, и это говорит о том, что, ну, у вас на самом деле есть время на самого себя, вот это первый совет, используйте максимально время на самих себя, в период обучения. Второй совет, не бойтесь менять траекторию обучения, то есть, вот вы же говорите о студентке, да, не бойтесь менять траекторию обучения, прям вот кардинально. Папа и мама хотели, чтобы вы были юристами, вы не очень хотели быть юристами, ну, значит, вот надо найти в себе силы, либо, вот как я говорю, поставить этот восклицательный знак и закончить юридический факультет, и потом уже в магистратуре или на бакалавриате или на специалитете выбрать то направление, которое вы хотели бы видеть в качестве своей еще одной уже, ну, второго высшего образования уже получается, или вот, ну, сказать папа, мама, спасибо вам огромное за то, что вы помогли мне вот с поступлением на юрфак. Просто у нас такие ситуации были, когда из очень известной семьи медиков, к нам, врачей, да, то есть к нам приходили отпрыски династии, очень известной в Казани династии, ну, и после первого курса они находили себе силы и говорили, ну, вот, папа, мама, извините, но мы все-таки пойдем в медицину или мы пойдем куда-то в другое место, но не на юрфак. Вот это не мое. То есть надо найти в себе силы, сказать, что это не мое, сказать огромное спасибо родителям, если, ну, вот, это обучение было платным, и вы на каком-то этапе этого обучения все-таки не заканчиваете юрфак, а, ну, уходите с этого направления подготовки, и, ну, тогда надо найти в себе силы, мужество и ответственность взять на себя тогда образовательный кредит и, вот, вложить в себя и уже заниматься тем делом, которое тебе нравится. То есть, вот, не бойтесь менять свою траекторию, ну, в плане не бойтесь ошибаться, потому что, ну, в жизни каждого из нас есть разные ситуации, и поэтому не бойтесь ошибаться. Не бойтесь ошибаться, ну, вот, как третий совет, не бойтесь ошибаться в спутнике жизни. Ну, к сожалению, вот так бывает, что мы сходимся, рождаются дети, и мы расходимся, и это тоже наш опыт, это наш личный опыт, да, это, на самом деле, семья – это очень большая ответственность, это то, что делает тебя, ну, в том числе и таким, какая ты есть или какой ты есть, но при этом не бойтесь ошибаться и в этом тоже. Поэтому вот, наверное, три таких совета. Учитесь, пока вы учитесь всему. Поэтому не бойтесь менять траекторию и не бойтесь ошибаться. Спасибо. Так, коллеги, у нас немного остается времени, поэтому, если еще есть вопрос, зале вы дайте, пожалуйста, знать, и будет почетное право задать завершающий вопрос. Пока, вот, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Елена Лагатовна, я хотела узнать ваше мнение по поводу того, что говорят часто, слышала я сама, то, что юристы – это достаточно опасная профессия в плане того, что именно юристы часто решают судьбу дальнейшую у людей. Вот. Ну, она опасна лишь в том, что ты, наверное, предлагаешь тот вариант решения, которые вот ты видишь, то есть опасность в том, что ты, как профессионал, не увидел другого варианта решения, и ты убеждаешь клиентов в том, что… Или там работодателя своего, да, убеждаешь в том, что… Ну, вот это единственно правильный, юридически, как бы, законный способ решения этой проблемы. Я, ну, как бы, вот опасность, я вижу это. Потому что, на самом деле, когда ты предлагаешь вариант решения у клиента, у работодателя, там, у любого другого субъекта, кому ты, как бы, это решение предлагаешь, за ним выбор. То есть выбор же все равно не за тобой. Ты профессионально предлагаешь вариант, ну, вот, так же, как врач, наверное, вариантов лечения же на самом деле много. Есть традиционные, есть нетрадиционные способы лечения. Здесь тоже, ты предложил этот вариант, ты даже предложил два варианта. Ну, то есть с учетом определенных рисков, здесь вот такие риски, и вы вот столько получите и столько потеряете. Здесь другие риски, и здесь вы столько получите и столько потеряете. И вы, по сути, это вот как коучи говорят, вы перекидываете обезьянку на другого человека. Пожалуйста, пусть он сделает выбор, потому что это его ситуация, это не ваша ситуация. Вы предлагаете со знанием законов разрешить ему эту ситуацию с наименьшими потерями для него. Поэтому, ну, как бы, я вот опасность вижу только там, где ты сам, как юрист, сам, как профессионал, не увидел еще и другого, еще более, ну, как это, красивого решения этой проблемы. Ты предложил законное, а есть красивое решение этой проблемы, и ты его не увидел как профессионал. А так выбор все равно за человеком, который, ну, примет вас как посредника вот в разрешении этой ситуации и выберет этот способ решения этой проблемы. Спасибо. А, в принципе, вот есть такие виды деятельности, ну, вот в праве, ну, вот судья, он вынужден, хороший судья, он вынужден проживать все это дело уголовное, особенно уголовные дела. Я вот даже про арбитраж меньшина, там же просто набор трагедий многослойных, извините, да, пропускать через себя, абстрагироваться от всех эмоциональных составляющих, уводить это в плоскость права. Я вот опасность еще так понимаю, что вопрос-то, на самом деле, очень интересный. Вот раз за разом вот это проходя, он разрушается внутри. Нет. Физически человек начинает болеть просто, да, вот. Есть такая опасность? Ну, вот это как раз, ну, профессиональные деформации возможны, но как раз вот юристов учат не пропускать через себя. Вот это прозрачная стена, то есть есть даже дисциплина, которая называется юридическая психология, и с разным контингентом клиентов, скажем так, да, тебя учат взаимодействовать. В разных ипостасях ты следователь, ты прокурор, ты судья, ты юрисконсульт, то есть тебя учат не пропускать эту ситуацию через себя. То есть вот это прозрачное стекло, которое вы устанавливаете вот как раз для того, чтобы собственные переживания не наслаивались, собственные воспоминания, собственный жизненный опыт, то есть вы вот этой прозрачной стеной отделяете себя от конкретной ситуации вот этих людей, от этих трагедий, да, с которыми вы постоянно, может быть, сталкиваетесь. И при этом вы все равно оставляете за собой то судейское усмотрение, где вот эта эмоционально-профессиональная составляющая, она все равно присутствует. Но при этом вы разрешаете ситуацию, не пропуская ее через себя. Ну, то есть это, иначе это, да, действительно, это точно так же, как врач или психотерапевт будет все время пропускать ситуации клиентов через себя. Это, ну, это очень профнепригодность, это скорее. Это ужасно трудно. Да, но в этом нет необходимости, то есть твоя профессия не предполагает, что ты вот прям плачешь вместе там с женщиной, которая разводится и делит ребенка собственным мужем. Ну, как бы, да, можно посочувствовать, искренне посочувствовать, но не пропускать это через себя, вспоминая еще какие-то другие опыты, ну, то есть нет. Вот здесь холодный рассудок в плане того, что ты смотришь на ситуацию, отгородившись и отгородив свою психику от этой ситуации. Спасибо. Ну, сложно. Наверное, в органах безопасности так проще, да? Вот так вот. А когда судья принимает решение, все уже, это жизнь. Вот, вот, это знаете, как это, ну, может быть, не для этой аудитории, ну, такие вот, там, где, в общем-то, есть необходимость вот быть беспристрастным, там есть возможность еще и быть безучастным. Ну, то есть ты не включаешься глубоко вот в этот процесс. И вот я говорю, это тогда, это профнепригодность, ну, тогда, не знаю, надо идти воспитателем в детский сад, да, и там вот, там, учителем в начальной классе, да. Ну, то есть если ты так близко будешь воспринимать каждую эту ситуацию, если ты настолько добрый, человечен, ну, наверное, надо выбрать другую профессию какую-то. Там, где тебе вот будет комфортно пожалеть этих людей, ну, вот, и там, и, ну, точно не юристы. То есть не потому, что мы черствые, не потому, что мы действительно такие, ну, вот, беспристрастно безучастные вот в этой ситуации, а именно потому, что от нас, как от профессионалов, ждут не совместного, там, литья слез, а от нас ждут вот такого решения, которое, ну, клиент, на самом деле, для себя это решение уже увидел. То есть вот если супруги разводятся, и женщина хочет оставить его голым, как говорится, да, то есть вот там, да, то есть она для себя это решение приняла. И вы должны будете предложить ей такие варианты решения, которые позволят ей максимально оставить супруга без имущества. То есть, а если она говорит, я хочу остаться, мы хотим остаться друзьями, у нас общие дети, и там общий ребенок, давайте сделаем это, ну, так, как вот, ну, чтобы это было оптимально для него и для меня, это тоже вы как юрист, но это другой вариант решения. Тогда вы будете искать... То есть это не вы принимаете это решение, это она приняла такое решение. Это не вы вместе с ней хотите оставить мужа, ее, там, бывшего мужа без штанов, условно говоря. То есть, поэтому вы помогаете клиенту реализовать законно его цели, которые вот он сам себе уже увидел. Но просто риски, которые существуют, женщина там, ну, в порыве, да, вот эмоциональном, она может не видеть. И вот ваша задача как юриста как раз обозначить ей эти риски, что после того, как вы оставите его голым, вы не сможете потребовать с него алименты, там, вы не сможете, ну, какие-то вопросы решать, если вдруг вот он какой-то очень там статусный, и вы вот не сможете эти вопросы там, а они могут возникать, вы не сможете... А сможете ли вы содержать, да, вот, ну, вот все то имущество, которое вы сейчас хотите у него забрать? А вы сможете, да, можно там, пятикомнатную квартиру в Москве, да, да, ну, сказать, это мое, а ты попробуй потом эту пятикомнатную квартиру содержать как домохозяйка, которая всю жизнь была домохозяйкой. То есть это реальная же история. Да, он тебе ее оставит, на, возьми, на, содержи, там, дом в две тысячи квадратов, пожалуйста, возьми, содержи. А ты не сможешь это содержать, потому что у тебя нет такого ресурса. И ты сама будешь вынуждена продавать и гасить долги там по квартлате, там, садовникам и прочее. Поэтому, ну, как бы, вот эти риски, их должны обозначить вы как юристы к той цели, которую преследует клиент. Поэтому, вот. Ну, в конце концов, просто опасно, да, оставлять так вот, да, обидеться, стукнет, потом будет криминал. Ну, и вся, и это тоже, как вариант, это тоже один из рисков, да, когда супруг, который остался без штанов, при этом имеет очень влиятельных друзей, и тоже, может быть, вот эти непредвиденные риски. Поэтому, вот, я считаю, что у юриста именно такая задача здесь. Услышать клиента, но при этом обозначить ему все возможные варианты и сказать, где существует проблема для самого клиента. И он, возможно, откажется от этой идеи. Оставить супруга без имущества. Спасибо. Ну, и в завершении, вот, поделись своим знанием. Все-таки еще раз хотелось бы акцентировать на чем вопрос. Вот, чьи знания на вас лично повлияли ключевым, существенным образом? Вы уже говорили о примере и силе примера в семье, о коллегах, конечно, в целом. А вот есть какая-то личность еще вне дома, вне семьи, вот, кто предопределил во многом ваше мировоззрение? Может, один, два человека, может быть? Может быть, они даже вне, там, Казани, России? Что-то, что... То есть, чего вы решили? Да, вот это все мое. Ну, наверное, конечно же, это мой научный руководитель, Юрий Сергеевич Решетов, к сожалению, которого уже сейчас нет в живых. И это человек, который тебе привил любовь через научный кружок по теории государства и права в свое время вообще к самой этой теории государства и права, к юриспруденции в целом и к исследовательской деятельности. И благодаря чему ты, в общем-то, сделала первый шаг вот в эту большую науку. И, ну, второй человек уже, вот, опять-таки, если связывать себя с университетом, с альма-матер, второй человек, который не просто, ну, позволил тебе сделать этот второй шаг, но при этом, наверное, в какой-то степени тоже вот, ну, такой мотиватор. Да, вот здесь тоже были, был вопрос по мотивациям. Это мой научный руководитель по докторской диссертации, Талия Юруловна Хабриева, академик Хабриева. Это выпускница юридического факультета Казанского, ну, тогда государственного университета. Сегодня она возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, и вот ее энергия, вот, ну, опять-таки, как руководителя, вот для меня это тоже очень важно, вот сегодня уже, как для декана юридического факультета, в том числе, ее научный потенциал мощнейший, который позволил и мне найти вот свою тропинку в юриспруденции, вот в плане уже защиты докторской диссертации, и, наверное, вот это два моих научных руководителя, но при этом Талия Юруловна, это еще и, ну, такой вот ориентир, ну, поскольку тоже женщина, которая возглавляет старейший, один из старейших вузов России, да, это вот Институт законодательства, ему как раз на следующий год исполняется 100 лет, и то, что она является выпускницей юридического факультета, вот это, ну, нас сближает, как бы, альма-матер, с одной стороны, нас сближает то, что она является моим научным консультантом по докторской диссертации, и она является для меня вот таким, ну, мощным стимулом с точки зрения работоспособности, с точки зрения вот такого широты видения проблематики научной, общественной, политической, и поэтому, да, наверное, вот это тоже пример женщины-лидера, женщины-руководителя, он и для меня тоже в определенной степени выступает таким мотиватором. Спасибо вам большое. Успехов вам, вашей деятельности, процветания факультету, и за который мы все радеем, независимо от того, что заканчивали, где и когда, и успехов на пути к знаниям вашим поколениям. Да, нашим замечательным студентам Казанского федерального университета. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.